Псалом Хвалы Это последний Псалом в книге Псалтырь. И вот что здесь написано. Хвалите Бога во святыне Его. Хвалите Его на тверде силы Его. Хвалите Его по могуществу Его. Хвалите Его по множеству величия Его. Хвалите Его со звуком трубным. Хвалите Его на Псалтире и гуслях. Хвалите Его с тимпаном и ликами. Хвалите Его на струнах и органе. Хвалите Его на звучных кимвалах. Хвалите Его на кимвалах громогласных. Все дышащее дохвалит Господа. Аллилуйя. Вы знаете, когда я читал этот Псалом, я заметил особенность в этом Псалме. В каждом стихе слово «хвалите» встречается два раза. Вот на экране сейчас уже убрали. Но когда вы дома посмотрите, каждый стих и слово «хвалите» два раза. И вот только шестой, последний стих сказано «все дышащее дохвалит Господа». И последнее слово «аллилуйя». Это еврейское слово «аллилуйя». Но если вы переведете его на русский язык, оно в переводе означает «хвалите Господа». Этот Псалом начинается «хвалите Бога во святыне Его», и заканчивается «хвалите Господа». От начала до конца, последний 150-й Псалом книги «Псалом церкви» – это Псалом хвалы. Братья и сестры, и мы сейчас тоже будем хвалить Господа. Перед нами предстоит молитва. И в этой молитве мы прославим Господа за наступивший новый день и за то, что милосердие Его обновилось и в это утро. И попросим благословения на весь ход этого служения. А потом, после молитвы, в сопровождении музыкальных инструментов, с пением будем хвалить Господа, как сказано здесь, на звучных кимвалах, но у нас нету, на кимвалах громоздластных, на струнах и органе, на псалтире и гуслях. И тут сказано со звуком трубным. Я хотел бы, чтобы трубы еще были. Вы знаете, прекрасно, когда трубы звучат. Вот такое хвала Господу. И вы знаете, и мы будем славить Господу, но не только в начале служения, во всем служении и в конце служения. Весь ход служения хвалы Господу. И вы знаете, Давид еще говорит, что да наполнятся уста моей хвалою, чтобы всякий день воспевать великолепие, могущество Твое. Попросим, чтобы Господь наполнил уста наши, чтобы каждый день нашей жизни мы могли славить и хвалить Господа. Давайте встанем для молитвы. Брат Василий, вы так попросили, кимвалы громогласные. У нас их нету, но мы зазвучим на том, что у нас есть. И все это будет во славу нашего Господа. Заметьте, это он прочитал со Слова Божьего. Он не взял где-то это с какой-то там, с под стула. Это делал Давид. И вы знаете, и там старшие люди не говорили нам громко. Там все было в гармонии, и вся слава была Богу. И Бог это принимал. И никто не роптал. И все славили Бога. Аллилуйя Иисусу. Давайте мы прославим Господа в пении. Псалмопевец Давид говорит также такие слова. Придите, воспоем Господу. Воскликнем твердыни и спасения нашего. Предстанем к лицу Его со словословием. В песнях воскликнем Ему. Ибо Господь есть Бог великий, и Царь великий над всеми богами. Аллилуйя. Наш Бог великий над всеми богами. И это дает нам сегодня привилегию и право словословить Его. Сегодня не скупись, а на славу нашему Господу. Сегодня открывай свое сердце, чтобы прославлять Господа. Открывай свои уста, чтобы поклоняться Господу. Он великий Царь наш. И вся хвала Ему, вся честь Ему. Аллилуйя нашему Богу. Славь душа, Господа! Славь душа! Имя святое Его! Славь душа, Господа! Славь душа, Господа! Славь душа, Господа! солнце встает новый день приходит время опять хвалу восстан за все, что ты мне дал и за каждый новый дом я буду идти на закате дня слава душа Господа слава душа имя святое его по ему как никогда ой душа я благослови Господа велик любви ты даешь мне милость ты справедлив ты так благ ко мне за все твои дела я прошу прославить что мне тебе если записать причин слава слава душа господа ой душа благослови господа и 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok О, my soul, worship your holy name Lord, I worship your holy name Halleluja! Мы поклоняемся живому Богу, поклоняемся святому, он достойен хвалы и чести, он достойен поклонения. Аллилуйя тебе, царь наш! Субтитры создавал DimaTorzok Я ценю каждый мир жизнью с тобою, ты бессилие моё утираешься стиль, наполняешь меня верой живою. Я предвкушаю красоту поклонения, я восемаю людей без страха и сомненья. Совершенный Бог, поклоняюсь я, святостью своей осени меня. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я ценю каждый мир жизнью с тобою, ты бессилие моё утираешься стиль, наполняешь меня верой живою. Субтитры создавал DimaTorzok Я предвкушаю красоту поклонения, я восемаю людей без страха и сомненья. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я предвкушаю красоту поклонения, Я воздеваю руки в тени без страта и соперения. Совершенный Бог поклоняюсь я, Святостью Своей осени меня. Тепловой всякий силой я дари, Чего не цемеет Моей совершенною, Совершенный Бог поклоняюсь я, Святостью Своей осени меня. Тепловой всякий силой я дари, Чего не цемеет Моей совершенною, Совершенный, Совершенный Бог поклоняюсь я, Святостью Своей осени меня. Тепловой всякий силой я дари, Чего не цемеет Моей совершенною, Ничего не цемеет Моей совершенною. Я вижу Иисуса в славе и силе, И ярче, чем отцов. Я вижу Иисуса в славе и облеченный, Он вошел и рисы Его наполнили я. И Божий народ взывает святых, Кто ряд ангелы святых, Все творенье славит святый, Святый наш Господь. Бог, будь превоснесен, Огне святой, Слава и сила, Величие и честь. Богу поверь, Ты тот, кто был, Если грядет. Я вижу Иисуса в славе и силе, И ярче, чем отцов. Я вижу Иисуса в славе и облеченный, Он вошел и рисы Его наполнили я. И Божий народ взывает святых, Кто ряд ангелы святых, Все творенье славит святый, Святый наш Господь. Бог, будь превоснесен, Огне святой, Слава и сила, Величие и честь. Богу поверь, Ты тот, кто был, Если грядет. Бог, будь превоснесен, Огне святой, Слава и сила, Величие и честь. Богу поверь, Ты тот, кто был, Если грядет. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Слава и Сила Величего Слава и Сила Величего Будет превоснесен Как вновь весен Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя О, будь превоснесен Субтитры создавал DimaTorzok 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 И я прорезал все, набрал целую кучку такого дерева А последнее не могу взять, та, которая лежит на земле И я поднялся и хотел так носком прорезать эту доску И только я прикоснулся, как она отбила И прямо мне через все лицо Понимаете, ну вот эти крутящий момент пилы Ну когда я приехал, меня привезли в госпиталь То врачи сказали, это тебя Бог спас У нас такие случаи со смертельным исходом Вот, ну знаете, меня забинтовали там все, голова такая вот Но дело в том, что мы, моя семья, жена и трое меньших детей Остались, во-первых, пока еще без кормиться Потому что я же лежал там Вот, а другое, что никого верующих никого нет И неверующие все чужие люди Алтайцы вообще хорошие люди Хорошие, такие добросовестные Но если выпьют, это звери, друзья У них ни один праздник не проходит без стрельбы Без убийств, без драк и все прочее И вот моя семья осталась в таком котле И знаете, конечно, это очень переживательно Больно, трудно Но вдруг на нашем пороге, я в госпитале Моя семья живет в домике Появляется одна личность с Мариуполя Виталий Горюнов И я рад, дорогие братья и сестры, представить его вам Ну вот, что я хочу сказать Он так и пробыл там у нас Пока я не выписался с госпиталя Потом мы его проводили Это человек, который посвятил себя Посвятил себя служению святых Как в свое время семья Стефана Писание говорит Вот Ну, кто не знает в Донбассе Или не знал в Донбассе Кто такой Виталий Горюнов Это руководитель Ждановской молодежи Благословенной молодежи Наши похороны, наши свадьбы Наши общественные молодежные служения Они украшались Этой молодежью Украшались И, знаете, у него есть одна особенность Как мы поем один псалом Где горе слышится Где тяжко дышится Будь первым там И вот, дорогие друзья В то время Вот у него такое было служение Вы знаете, что в то старое время Очень много было узников Очень много было солдат Братьев солдат Которые бы разбросаны Отказывались от присяги Они под давлением находились Очень много было группок маленьких Там, ну, каких-то Десять старушек Да, один или два старичка Вот тебе и вся церковь И он везде И повсюду был там Поэтому, дорогие мои друзья Я хотел бы, чтобы В настоящее время Брат Виталий был благословен И в нашей церкви И в нашей земле Ну, и я хочу представить Также брата Алексея Из Витебска Это Белоруссия Это служитель, дорогие друзья Ну, я, правда, первый раз с ним встречаюсь Так что, может быть, он сам за себя скажет Может быть, еще есть кто в гости Пожалуйста, поднимите руку Или скажите за себя Мы рады вас приветствовать Благослови вас Господь Слава Богу Слава Богу Слава Иисусу Христу Слава Богу Ну, уже меня представили Я тоже эмигрант Только когда я молился Богу Поехать мне в Америку или нет Мне Бог сказал Этот путь не для тебя Я тогда уже в Жданове И он мне так проговорил конкретно Я тебя переселю в далекий край И будешь там трудиться И Бог меня переселил В Сибирь Я эмигрант сибирский Я живу в Иркутской области Город Судянка На берегу Байкала Я живу там 26 лет Я вам привез сибирский привет С нашей церкви С нашего края благословенного Там тоже есть верующие Мы ездим Ну как Кто как трудится У меня никогда не было Знаете, вот такого Как бы сказать Желания У меня всегда было желание Куда-то все время двигаться Ехать Идти Лететь С молоду И по сегодняшний день Все удивляются Что я В Америке Я Проехал Америку уже всю Я шестой раз Здесь В Америке В гостях У меня здесь живет сестра Сакрамента Я к ней приезжаю в гости В этот раз я приехал По срочному вызову Я только в апреле улетел С Америки И опять прилетел Потому что она в реанимации была Она была при смерти Остановила сердце Сердце запустили В данный момент Она уже чувствует себя хорошо Ее перевели в репцентр Там с ней занимаются Она меня благословила Ну браток Да благословит тебя Бог Давай вперед по Америке Дала мне телефон И самое первое место Куда я приехал Это к вам Слава Богу Аллилуйя Володя Мой хороший друг И он правильно сказал Я был в Усть-Кане Его посетил Я посещал Не одного его узника Был в зонах Посещал всех братьев Почти Которые служили в армии Для меня расстояния Никогда не существовало У меня была такая Значит как Такой принцип В моей жизни Целый год коплю деньги Потом в отпуск Мне нужно их Прокатить Следующий год Опять коплю И так Все годы В моей жизни Я все время В дороге Я благодарю Бога Что я ему так сказал Господи Я благодарю Тебя Что Ты меня Слепил с такой глины Это ж горшечник Берет И делает сосуд Какой хочет Ну хорошо Друзья Время ограничено Я не могу Много С Вами Общаться Ну все-таки Сколько могу Поделюсь с Вами Словом Божиим Давайте откроем Песни песней Книгу Это будет Первая глава Второй стих От благовония Мостей Твоих Имя Твое Как разлитое Мира Поэтому Девицы Любят Тебя От благовония Мостей Твоих Имя Твое Имя Христа Иисуса Как разлитое Мира Вы знаете Что такое Мира? Нет Я тоже не знаю Но я Просто представляю Мира Это было такое Знаете Бог сказал Моисею Чтобы готовили Это мир Этим миром Мазали Священников Мазали Пророков Царей Мазали Миропомазание А елей Это уже Совсем другое Елей Мажут Кого? Больных Детей Ну елей Это знаете Средство такое Не сильно Дорогое Драгоценное А мира Оно очень Драгоценное Оно очень Дорогое И Бог Сказал Нельзя Делать Из каких-то Других Там знаете Трав И прочих Корней Драгоценное Определенно Было Богом Определенно С каких Нужно Делать И никаких Больших Добавок И это Такой Был Удивительный Аромат Это Романтическое Средство Не имеющее Подобных Себе В мире Никто Не может Больше Изготовить Лучше Как Этот Елей Это Мира Драгоценная И вы знаете Это мир Как Развита Мира Оно Распространилось Когда Христос Вышел На труд Оно Расцеклось По Иудее Самаре Палестине Галилее Люди Шли За ними Толпами Несли Больных Несли Шли Слепые Прокаженные Здоровые Больные Послушать Иисуса Христа И написано Всех Больных Он что делал Исцелял Слава Богу Я уверен Что здесь Многие Люди Есть Целеные Есть Которые Пережили Я сам Пережил Ни одно Исцеление Вот Потому что Хотя Практически Я имею Очень здоровый Организм Когда Меня люди Спрашивают Как ты Сохранил Себя Я пришел К врачу Год назад За все 26 лет Я даже На учете Там не Состою Я не Мерю Давление Я не Мерю Там Ну Какой У меня Сахар Какой Зачем Мерить Если я Здоровый Человек Скажите Правильно Делаю Я когда Пришел В больницу Я просто Простыл Они говорят Слушайте Мужчина Скажите Секрет Что вы Не болеете Вы у нас На учете Не стоите За 26 лет Пришел Один раз В больницу Я говорю В жизни Не курил Не пил Жизнь Свою Посвятил Живому Богу И служу Ему До сего Дня И езжу И проповедую Людям Где бы Не был Я бы мог Интересно Рассказать Как я был Миссионером Вот В кабине Пилотов Я раз летел Москва Иркутск Ну это Целая Знаете История Я займу Все время Которое Мне дали Но это Очень интересно И поэтому Друзья Я хочу Установиться На это Драгоценное Мир Оно Сегодня Распространилось Это мир По всем Странам Оно Протекает Оно Разлитое И написано Христос Сказал И будет Проповедно Иван Беге По всему Миру Кто Будет Веровать И креститься Будет Спасен Кто Не будет Веровать И креститься Что Будет Осужден И поэтому Если Христос Такое Знаете Драгоценное Мир То написано Павел Говорит Мы кто Такие Мы Благоухание Которое Распространяем Где По всей Земле Где мы Живем Мы там Должны Распространять Это Благоухание Нас Должны Люди Узнавать Сразу Кто Мы На любой Работе Идем Мы в Городе Люди Должны Оглянуться И посмотреть Ого Что-то За девица Идет Почему Она Так Поделяется Она Не похожа На всех Нас Что Такой За Человек Почему В городе У нас Есть люди Хоть Косиночка Идет И прочее Но я Я Об Этого Хочу Главное Но В то же Время Мы Письмо Читаем И Узнаваем Себе Человеками И вот Дальше Продолжаем Мы Об этом Драгоценном Мире И там Написано Иоанна 12 глава Иисус Пришел Вифанию Дом Лазаря Марии Марфы Это Были его Друзья И вот Когда он Вошел Дом Что Сделала Мария Она Взяла Фунт Драгоценного Мира Нардов Написано Чистого Что Она Сделала Она Помазала Ноги Иисуса Она Отерла Волосами Эти ноги Я Представляю Что Сделала Мария Там Не столько Мира Там Были Слезы Марии Она Приготовила Его В погребение И что Написано Дом Наполнился Благоуханием Друзья Мы должны Как-то Чувствовать Я в одной Церкви Был Буквально Там В одной Деревне Запорожской Области Трудовая Села Там Был мой Друг Иван Декан Пастор И вот Я нахожусь Собрание Его Проповедует Сынок Я рядом Сижу Недалеко Думаю Что От него Такой Запах Идет Самый Кажется Дорогих Духов Думаю Неужели Я ошибся Я опять Принюхался Да Точно Думаю С этой Стороны Не пахнет Оттуда Не пахнет От него Идет Струя И я Когда После собрания Спросил Маму Этого Володя Его зовут Я говорю Слушай Шура В чем Причина Она Говорит Вот они Как поженились Володя И живут Завод жену Люба Вот так Как два Голубя Мы только Нарадовать Се не можем Как они живут Дружно В любви Вот оно Где мира Люди Вот здесь Запах Драгоценный Слава Богу Я читаю Другое место Читает Написание Перехожу Это мы сейчас Остановимся Есть такой Псалом Это не Давидов Псалом 44 Псалом Сынов Кореевых Написано Песнь любви Извелось Из сердца Моего Слово Благое Я говорю Песнь Моя О царе Язык Мой Трость Скорописца Ты Прекрасне Сынов Человеческих Благодать Извелась Из уст Твоих Почему Благословил Тебя Бог Навеки Вы представляете Вот это Драгоценное Миро Оно Сегодня Людей Оно Освежает Оно Меняет Жизнь Людей Когда оно Приходит Дом Когда оно Проникает В сердце Человека Я знаю Некоторых Людей Так Знаете Они Преступники Они Негодные Были люди Но Они Это Мир Прошло Пришло В ним Оно Пришло В их Сердце Оно Проникло В их Душу В их Дух Оно 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 Изменило Они Стали Какими Новая Тварь Того Христе Слава Богу Я Хочу Христом Обратиться Я Прочитал Это Место Извелось Из Сердца Моего Слово Какое Благое Я Говорю Песнь Моя О Царе Язык Мой Трость Скорописца Вы Знаете Как Приятно Когда Люди Поют Я Думаю Шутки Жданове Вот Эти Времена Ситуация Сложная В Донбасс Я еду В электричке Пою В этой Маршрутке Я был Как раз Другом Митя Жукова Всего собрания Ехал Группа Маленькая Человек Тридцать Ну знаете Я там Побывал На Фаворе Еду Не могу Пою Женщина Сит Рад Говорит Мужчина Вы поете Я говорю Да Пою А что вам Радостно Я Говорю Я почему Пою Я пою О царе А что за царь Царь Царей Христос Иисус Слава Богу Друзья Не стесняйтесь Где вы можете Поете Говорите О нем Я еду В поезде Я много езжу И мне попадают Разные люди И вот С одной девушкой Еду Она закончилась Институт Живет В Красноярске И она Говорит Я говорю Я всю жизнь Учусь По сей день Она говорит У вас голова Седая А где же вы Учитесь Я говорю Я учусь У самого У самого У самого Лучшего Преподавателя Всей земли Вселенной Ой Никогда не слышала Скажите Кто он такой Эммануил В переводе Родишь сына И нарисешь имя Эммануил Потому что С нами Бог Вы знаете Нам Пусть Нам Никогда не стыдно Говорить об этом имени Людям Свидетельствовать Кто мы такие Мы здесь Странники Пришельцы Мы должны Людям Говорить О нашем Боге Мы не должны Молчать Где вы едете Постарайтесь Как-то людям Объяснить Они ничего Не знают Они идут Они во тьме Им нужно Пустить Эту струю Света И знаете Я дам Одно Свидетельство Ну Время Немножко Но я думаю Уложусь Свидетельство Как это Драгоценное Мир Сегодня Совершает Какую Сильнейшую Работу Такое Есть Одна Община Которая Находится Измагил Город Одесская Область 20 километров Там Молдавская Церковь Там Служитель Михаил Марару Имея 10 детей Жена У него Люда Не Дина И вы знаете Там Церковь Совершилось Сверх Чудо Это В наши Дни Это Я не говорю 20 лет 30 лет Назад Я Два Года Назад Был В этой Церкви Но Это Чуть Чуть Раньше Произошло Случилась Такая Беда В одной Семье Девочка Пятилетняя Которую Я видел И мама Рядом Стояла Свидетельство В этой Дочери Был Дом Крыша Уже Старый дом Крышу Сняли Он Подлежал Разборке Ну дети Знаете Дети Им интересно Забрались На этот Дом На этот Потолок И бегают Там Играют И вот Эта Девочка 5 лет Она Падает Низ Головой С этого Дома Ударяется Бетонную Дорожку И Безусловно У нее Лопнул Череп 12 сантиметров Она Поломала Шейный Позвонок И Другие Повреждения В грудной Клетке Она Лежала Безжизненная Позвали Маму Мама Взяла ее На руки Со слезами Вызвали Скорую Скорую Немедленно Отправили Их На Одессу В реанимацию Сделали снимки Ужасная Травма Ребенок Всю Загипсовали Положили Там В эту Ну В палату Ее И еще одну Женщину Церковь Сразу Взяла Посты Молитвы И к Богу Стучать К Богу И вы знаете Бог Быстро Ответил Прошло Три дня Мама Еще в шоке Не может Отойти От этого События Когда Смотрит Эта женщина Которая Там лежала Смотрит Девочка Встала И ходит Вот это Ребенок Подходит Тумочки Открывает Это Ну там Есть Знаете Ящик Она открывает Чего-то и ищет Она спрашивает Чего ты хочешь Она говорит Хочу кушать Женщина Перепугана Немедленно Вызов Срочный Кнопку Пробежала Медсестра Стала Кричать На маму Почему Нарушаете Этот режим Больницы Ребенок Должен лежать А мама Еще не видит Что она ходит Она как глянула И ходит Говорит Слава Богу Что моя дочь Ходит Прибежали Врачи Опять на маму Ругаться Почему ребенок Не лежит А ходит Боже мой Да надо радоваться Этим врачам Их берут Опять туда Значит Ну свой кабинет Обследуют Делают Рентгеновский снимок И вот Два снимка Три дня назад И этот Ребенок Полностью Здоров Слава Богу Слава Богу Друзья Это в наше время Это такая церковь Я там был Два раза Это живая церковь Молдаване Они такие молитвенники И там Ни одно исцеление И когда в селе Узнали Быстро по селу Разнеслась Это весь Что девочку Бог исцелил Такую коллегу И приходит К ним в собрание Один человек Который такой Родился Инвалид Вы знаете Вот позвоночек Вот он такой Сложенный Как по спирали Такой сложенный Ноги у него Вот так он ходил Вот так Вывернутые Он не ходил Ступнями И ноги были Без ногтей Он стал В это собрание Ходить Стал ходить Покаялся Зовут его Петя И вот После этого Свидетельства Выходит Петя К кафедре Он уже Не идет Так знаете Как коллега Он идет Своими ногами Чтобы здесь Рассказать Мне и всем Окружающим Что его Исцелил Бог Он его Знаете Это удивительно Как можно Так вытянуть Человека Вытянуть Вот из такого Сделать нормальным И когда Его увидел Сосед Уже исцелен Он говорит Петя Ты Говорит Я Он говорит Не может быть Еще раз Просил Не мог поверить Побежал По улице От вас села И кричал Посмотрите Что Бог Сделал с Петей А он Стоит Петя Интересный Такой И вот так Знаете Руками Говорит Люди Меня спрашивают Петя Это ты Я говорю Я Они мне Не верят А он Говорит Хотите Верьте Хотите Не Верьте А я Был больной Искорченный А теперь Я здоров Слава Богу У него Ноги Выживали Выпрямились Он ходит Как положено Вот такой Наш чудный Бог Вот такое Благовухание Вот этого Мира Я в заключении Вам расскажу Один стих И все Заканчиваю Скорую Помощь Скорую Раненому Окажите Самой Высокой Скоростью К месту Несчастья Спешите Трудно Все знать Но кто-то Бросил Несчастного Камень И тот С кровавым Потоком Рану Зажал Руками Уже Встречая Безропотно С тяжестью Жуткой Боли Он еле Промолвил Шепотом Надежды На жизнь Нет Боли Не стойте Склонитесь Немедля Над павшим Бессилий Другом И Сердцем Добру Немедным Будьте Больному Хирургом И если Часы И сутки Боролись За жизнь Вы в шуме Несите Его К Иисусу Как было Капернумы И тот Кто лечит Болезни Опаснее Чем опухоль Рака По вере Ваше Без лезвия Совершит Исцеление Брата Вы слышите Дайте Скорую Зовет Борьбе Израненной Давайте Войдем В историю Добрыми Самарянами Аминь Братья и сестры Пожалуйста Присядьте Заслышанное Слово От всей души Скажем Слава Богу Да благосовит Господь Нашего Брата Жить еще Долго Ездить Много И благовествовать Об Иисусе Христе У нас Сейчас есть Программа И потом Детская Программа Мы детей Отправим В воскресную Школу Дети Петрик Проходите Быстренько И Затем Дети Ивановых И У Октавика День рождения Сегодня У Октавик Встань Пожалуйста Когда мы Будем молиться За все Дни рождения Мы за тебя Помолимся Хорошо Мы тебя Поздравляем Вот И Дети Группы Вася Цубер Будут Рассказывать Пожалуйста Мы благословляем Всех детей Ну А после того Когда Споет Общее Пение И хор У нас Еще Будет Два Номера Версавия Споет И Расскажет Стих Аллен Аллен Сам Сочинил Стихотворение На русском Языке Будучи Рожденным Здесь В Америке Я хочу Прославить Господа Христа За Его Любовь К нам За Его Дела Только С Иисусом Мне страшна Беда Только С Иисусом Счастлив Я Всегда Только С Иисусом Мне Страшна Беда Только С Иисусом Счастлив Я Всегда Он Всегда Со Мною Рядышком Идет Крепкою Рукою Он Меня Ведет Только С Иисусом Мне Страшна Беда Только С Иисусом Счастлив Я Всегда Только С Иисусом Мне страшна Беда Только С Иисусом Счастлив Я Всегда С С Иисусом Мне страшна Беда Только с Иисусом счастливее всегда. Небо, волнуйте, небо надо мной. Стоит чай и кружат над моркою волной. Все прекрасное Бог сотворил для тебя, Чтобы был благодарен Ему ты всегда. О, великий дворец, ты так любишь людей, Что послал мир спасителя жизни моей. Он пришел и все новое нам подарил, Чтобы с Господом вечно ты счастливо жил. Чайки, чайки, кружат и кружат над волной. Облака, облака все плывут на головой. И все это творение Бог сотнял для нас без тобой. И как небо сзать на дворцу всю хвалу, За его красоту и любовь, доброту. Как маяк он осветит в далеком пути, Освещает дорогу, чтоб легче нам было идти. Он наш верный, надежный пути капиталь, Не покинет, не бросит, что два Ему дай. Чайки, чайки, кружат и кружат над волной. Облака, облака все плывут на головой. И все это творение Бог сотнял для нас без тобой. Пробудитель Ты живешь в тапелом свете, Отружен его красой. Над тебе днем солнце светит, Ночью месяц золотой. Звезды с неба слов на глазки, Светлых ангелов глядят. Над землей летают птички, Песни чудные звучат. Видишь травку и растения, И деревья, и цветы, Что же Богу в дар хваления Каждый день принесешь ты? Песню славу воспеваешь И вещаешь про него, Или ближним помогаешь, Или церкви ничего. Свет замачесной зимою Поспущает к нам весна, И своею теплотою Пробуждает мир от сна. Пойди все песни звуки В роще поле, Стретий сов, Протонуясь к солнцу руки, Трав, деревья и святок. Вся земля благоуханьем Славит Бога своего. Что же дух твой Воссылает ему в жертву? Ничего. За красавицей весною Лето знойное пришло, Благодарною волною Урожай нам принесло. Нивы зреют, Опускаю, В изголовушки свои. Корни плоды Вырастают, В лоне материи земли. Утешаются садами, Огородом кругом, Цветы изминаются плодами, Сочно мякоту зерем. Незаметно след за летом Вся земля благоговения Славит Бога своего. Что же ты в благодарении Невозможность ничего. Незаметно след за летом Осень хмурая пришла И чарующим приветом Нам богатство принесла. Рожь молотят, Убирают, Закипел осенний труд. Глянь, Картофель убирают И домой с полей везут. И в садах идет работа, Фрукты с деревья снимают, Неворадостью обьята Божье имя прославляют. Неужели нет желания у тебя, Чтоб горячо вознести Творцу хваления? Что ты скажешь? Ничего? Пролетали дни за днями, Год за годом проходил. Люди заняты делами, Не жалея своих сил. И настойчиво, упорно Видя цель перед собой, Шли вперед дорогу горной Или тропинкою глухой. Кто трудился, Чтобы оставить в мире память о себе, Поддержать или наставить Изнемогшего в борьбе. Кто копил себе богатство Или за славу и бежал, Кто создал святое братство И о боге возвещал, Кто страдал, Как проповедник, Кто страдал, Как проповедник Правды бога своего, Для кого и что ты Своей жизни создал ничего? О, какой ответ ужасный, Ничего, да ничего, Как ты жалок и несчастен, Сомневедая того, Незаметно пройдут годы, Хочешь ты того или нет, Но в конце земной дороги Всем придет задать. О, посмотрим, Разве мало Вокруг нас таких людей, Для которых не бывало Жизнь неблагодарных дней, Не пленяет их природа, Осень, лето и весна, Не страшит и непогода, Их туманам жизнь полна. Пробудитесь, христиане, Возведите взор гора, Там сокрыты жизни блага, И оттуда помощь вам. Бог нас любит, Заключение, Благодарность вознесем За любовь и попечение, И за радость нашу в нем. Слава Богу. Великий Бог, Когда на мир смотрю я, На все, что ты создал рукой Творца, На всех сущец, Кого свой свет дару я, И даешь ты любовью Отца. Тогда поет мой Господь Тебе, Как ты вели, Как ты вели, Когда поет мой Господь Тебе, Как ты вели, 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 Когда поет мой Господь Тебе, Как ты вели, Как ты вели, Когда смотрю я к небу Звездам вечным, Где ты вели, Как ты вели, а а а а а а а а и а и а и а а и и а а Тогда мой дух в смирении вспомнил, Признав мне лично Бога своего. Тогда поет, мой людям, Господь тебе, Так ты вели, так ты вели, Тогда пою, пою Господь, как ты вели, как ты вели. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Брат Алексей, пожалуйста Слава Богу, дорогие братья и сестры! Я бы хотел сказать стихотворение, которое я написал называется Иисус, спасибо! Иисус, я благодарю Тебя за Твою любовь! Ты для нас на Голгофе пролил святую кровь! Я думаю, это вновь иновь! Как я благодарен, просто нет слов! Слава Тебе, Иисус! Кров Твоя дает от греха освящение! Иисус тоже! Твоя кровь от греха дает освобождение! Ты умер за наши грехи! Значит, у нас есть спасение! Я читаю Твое Слово! Оно дает укрепление! Я тоже помолился! Слава Богу! Бог не дал духовное крещение! И когда я молюсь на иных языках, мне Дух Святой дает учащение! Я с Иисусом все смогу! Я буду славить и всегда петь Богу хвалу! Аминь! Слава Богу! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 книги Иисуса Навина, то, знаете, в памяти остается, да не отходит вся книга закона от уст твоих, получайся в ней день и ночь, чтобы исполнить все, что в ней написано. И вот эта фраза «будь тверд и мужествен», которая повторяется в этой главе четыре раза. Наверное, это важно. Наверное, для лидера, который всегда был в тени, который был всегда просто помощником, который был всегда поддержкой, который был всегда таким адъютантом. Знаете, встать на эту первую позицию, ответственную позицию, наверное, это было сложно. Знаете, безответственные люди, они легко берут лидерство, да, а ответственные люди, я думаю, что Иисус Навин именно был таким. Им трудно, потому что как? Столько вопросов, столько нюансов. И Господь уговорит ему, будь тверд и мужествен. Из слова «мужество» я смотрел в энциклопедии, 11 определений есть у слова «мужество». Но, наверное, как бы общее такое, что это среди очень плохих обстоятельств, среди трудных обстоятельств проявить характер, проявить мораль, проявить действительно себя должным образом. И Господь хочет, наверное, не только от Иисуса Навина, наверное, от каждого из нас, чтобы мы проявляли вот эту твердость и мужество, чтобы это было в нашем характере. Апостол Петр сказал, покажите в вере вашей, и там есть много чего нужно в вере показать. То есть твоя вера, она не просто где-то внутри ее не видно, она выражается, выражается через твое поведение, через твое отношение. Я думаю, покажите в вере вашей это мужество, эту твердость, о которой мы с вами читаем. Знаете, в нашей церкви в Витебске почти все люди, наверное, даже все люди из мира. Я сам из мира, мои родители, я до сих пор 24 года молюсь за них, чтобы они пришли к Господу, чтобы они покаялись. Это Витебск и, ну, вообще, такая, знаете, Восточная Беларусь, трудное место в плане проповеди, в плане принятия Евангелия. И я всегда, когда не выступаю перед церквями, особенно если это вот, я третий раз в Соединенных Штатах, прошу, приезжайте. Потому что есть церкви, где действительно по три, по пять человек, и они как в осаде, и, знаете, вот на таком, на выживании находятся. И, в принципе, к нам никто не приезжает никогда, поэтому, хотя это в Европе, это, ну, как бы, много церквей кругом, но все заняты. Ну, слава Господу за наших белорусских братьев истер, которые из Брестской области, из Минской, которые иногда нас навещают. Поэтому положение такое трудное. И когда человек кается из мира, вы знаете, очень трудно перестроиться на то, как жить по-христиански, как общаться с Богом. Я сам, знаете, очень часто враг подходил, когда покаялся, помню, Господи, вот мне сейчас так плохо, и вот о Тебе и дела нет. И, знаете, иногда, может, и не так плохо, но вот такая, знаете, может быть, в характере, или вот такая-то откуда-то такая привычка, вот если ты будешь перед кем-то так плохо, то, ну, просто сострадание, поплакался. Тебе должны помочь, а Господь никак не реагирует. Или действительно, когда приходят битвы, когда приходят духовные битвы, и кажется, Господь, ну, как будто оставил тебя на такие трудные обстоятельства. И, знаете, когда я покаялся, я всегда хотел быть в служении, я с первых дней в служении, через год уже ашерская группа, кто ведет, я веду, молодежное служение, кто ведет, я веду. Еще есть добровольцы куда-то нужны, там что-то разужать, кому-то помочь, где-то молитва, я. И, знаете, когда идешь и служишь Господу, враг приходит. И где-то через полтора года, как я был уже верующий, год где-то верующий, на меня пришла такая депрессия. И вот этот недостаток опыта отношений с Богом, вот эта, знаете, привычка, вот Бог же видит, как мне плохо. И когда ты как бы думаешь, вот какой-то, знаете, подойти к Богу со стороны жалости, подойти к Богу со стороны какого-то нытья, или подойти к Богу, ну, каким угодно путем, но только не путем веры, он всегда заканчивается крахом. И я взывал Господу, помоги Господу, мне уже трудно проповедовать. Я говорю, приди к Иисусу, будет радость, а сам в депрессии нахожусь, депрессия настоящая, жестокая. Но, слава Господу, жив Господь. Во сне я получаю откровения, вижу сон, и один муж Божий, один проповедник, которого, ну, все уважали у нас, я вижу его сне, он ходит по кафедре, над ним облако, и он проповедует, проповедует, поворачивается ко мне и говорит, а ты почему здесь? Твое место в библейской школе. И я уехал в библейскую школу, и там через слышание Слова Божьего, вот просто напитавшись Словом Божьим, пришла вера, Господь освободил от депрессии, и я вернулся уже, знаете, таким более твердым служителем, хотел заниматься миссионерской работой, занимался миссионерской работой несколько лет. И в 2001 году наш пастор оставил служение, переехал в Соединенные Штаты, живет сейчас в городе Портленд, штат Орегон, и в 2001 году я принял служение. И мне, он на Библии написал именно эти слова, будь тверд и мужествен, и это очень полезные слова, очень нужные слова. И, знаете, Господь действует очень долго, церковь стояла на месте, сейчас, слава Господу, пошел рост, но такой, знаете, я не знаю, какими словами сказать, если на Украине идет рост, там десятки, может быть, сотни каются, у нас по одному, по два, по три человека мы крестим, и мы за это очень сильно благодарим Господа. И Господь с нами, вы знаете, Бог силен, Бог поднимает в душепопечении, Бог поднимает в каких-то таких служениях особенных. Такое маленькое свидетельство, расскажу, было у нас служение, и у нас еще есть студенты из мединститута. Интересно, что такая статистика, на 350 тысяч Витебска, церковь наша 100 человек, есть церковь 300 человек, есть церковь 150 человек, но еще других, если взять конфессии, еще где-то столько же. Африканцы приехали, 150 африканцев приехало, 60 ходят в церковь. Слава Господу. Такая статистика. Привели девочку из Индии, знаете, она захотела принять Иисуса Христа, или вот, я не знаю, говорят, когда в Индии принимают Иисуса Христа, это надо еще проверять, потому что у них там тысячи богов, ну, еще одного добавить. То есть, я не знаю, как она приняла Иисуса Христа, она была буквально перед отъездом, перед своим дипломом, она была в церкви, и вдруг посреди служения начались вопли, крики, и начала ползти по полу, извиваться, как змея, и языком, знаете, вот такие движения, ну, трудно повторить, точно как змея. И мы после служения молились, несколько дней встречались, и Господь даровал этой душе освобождение. И я потом, ну, я говорю, ну, ты должна исповедоваться, к каким богам ты служила, отрекаться от них. И она отрекалась от слонов, от змей, и все вот эти вещи, они внешне проявлялись на ней и выходили. И я хочу сказать, наш Господь великий, Он Бог великий над всеми богами. Слава Господу. Поэтому это честь Ему служить, и это действительно великая сила, потому что я сегодня прослезился, когда слышал это свидетельство. Господь великий, дорогие друзья. И, знаете, мы живем в такое время, когда мужество, оно теряется. Может быть, потому что раньше было много детей, и ответственность, знаете, людям давали в 10 лет. Я сам помню, знаете, в Советский Союз новый микрорайон, девятиэтажки, один маленький магазин. Ну, я не знаю, как эта сцена буквально на весь микрорайон. Потом мама пришла с работы, заняла очередь, поставила меня минут на 40, и потом ушла сама, меня освободила. Ну, так было почти каждый день. Ну, я не знаю, может быть, кто-то помнит такие времена. Ну, тоже двое детей. Нам хватало внимания, нам хватало любви, нам хватало, знаете, что мы, знаете, вот, ой, мам, я не хочу работать сегодня, я боюсь. И, знаете, как-то и миловали. И на самом деле, чем меньше ответственности в юном возрасте, тем, знаете, зрелость приходит, рост приходит, а на уровне души, на уровне мужества, на уровне зрелости иногда не приходит. И это очень печально. И в наше время с мужеством есть большой дефицит. Когда говорят, шутят про Афганистан, говорят, что сначала по минному полю афганец пускает свою жену, потом осла, потом идет сам. Ну, у нас, может, в Беларуси по-другому, некоторые жены самые скачут впереди всех, но мужчины тоже так, какой-то такой философии. Сначала, пускай, женщины идут вперед, мы будем где-то, пускай, другие друзья, так не должно быть. Мы должны принять на себя ответственность. В Библии, если ты возьмешь любого героя Священного Писания, возьмешь Новый Завет, начинается с Марии, с Иосифа, какое мужество им нужно было, чтобы пройти даже через те обстоятельства, в которые они проходили. Иисус Христос, апостолы. Если взять Ветхий Завет, масса примеров мужества. Давид нам всем нравится, это пример мужества. Знаете, огромная армия, опытные люди, они вместе, их много, вышел Голиаф, никто не может. Какой-то пацан пришел еще до призывного возраста и победил. Это великое мужество выйти посреди, знаете, тысяч зрителей, посреди всего и сказать, есть Господь в Израиле. Жив Господь, Он с нами. Давид – пример мужества во многих обстоятельствах. Во-первых, вера посреди такого неверия повального, посреди сомнений. Во-вторых, это хождение прямым путем. Помните, когда пару раз такое было, когда Саул гнался за ним, и друзья ему говорят, «Вот, Господь передает в руки твои». Он говорит, «Нет, не поднимай руки на помазание, как Господня». Второй пункт или второй аспект его мужества – я буду ходить только прямыми путями. Я не буду искать коротких, неправильных путей к своему успеху. Я хочу быть до конца верным Господу. Это тоже мужество. И третий пример мужества Давида – это когда он согрешил. И знаете, что такое царь? Он может заткнуть любого пророка, любую оппозицию, кого хочешь, но он кается перед Богом. Он постится. Он говорит, «Господи, дух правый обнови внутри меня». Знаете, подняться с греха – это тоже мужество. Когда ты поставил на себя крест, но говоришь, «Нет, Господь, но если ты обновишь дух правый, я еще буду возвещать имя Твое». Вот эти три вещи мужества я хочу сделать, чтобы мы увидели в царе Давиде, чтобы мы учились этому, чтобы мы шли этим путем. Потому что это важно, потому что по-другому никак. Знаете, ситуация, я верующий с 94-го года, и мне нравились 90-е, дорогие друзья. С 94-го по 96-й год образовалась наша церковь, было около 80 членов церкви. Знаете, только рост, мы уже привыкли. Я думала, что это такое, один человек покаялся, что это такое вообще? Такие недовольные были, Богу претензии еще предъявляли. А потом, до 97-го года, почему-то духовный климат изменился, и все становилось только хуже. В 98-м, по-моему, 25 человек отлучили за непосещение, за грехи заразные. И церковь, знаете, вот в таком застой, долгое-долгое время находится. И ты думаешь, Господи, мои лучшие годы. Господи, хочется, чтобы успех был, чтобы было много всего. И, знаете, окраски становятся мрачнее где-то. Какие-то твои друзья, которые были на виду, кто-то упал, с кем-то еще что-то случилось. И, знаете, такое иногда не очень радостные какие-то обстоятельства происходят. И я хочу сказать, вот Господь говорит, будь твердым мужеством. Я когда, знаете, третий раз еду, я первый раз получил визу. Это такой трепет был, потому что очень многим отказывали. А мне хотелось, потому что пастор уехал сюда, мой друг детства уехал сюда, и лучший друг по церкви уехал сюда, пастор. Думаю, Господи, я вообще осиротел там в Беларуси, хочу сюда. Хочу просто повидать их, ну, как-то, как дела. И вот этот комплекс, что я такой, знаете, вот в бедной стране никогда ничего не увижу. И получил визу, Бог дал мир в сердце. И так все исполнилось, все одобрили. И сажусь в автобус, и мне сразу идет классная-классная проповедь. Я ту проповедь, когда первый раз везде проповедовал, помню. И второй раз было так. И этот раз я тоже молился, Господи, вот с чем мне приехать? И я понимаю, что мужество. Мужество – это когда ты готов встать посреди трудных обстоятельств, когда ты сказал, а я буду с Господом. Сегодня вы слышали множество удивительных свидетельств. Знаете, такое для меня было очень большим вдохновением. Я благодарю брата, потому что даже в это время, когда в 90-е были все чудеса, а потом в 2000-е говорят, ну, это уже редкость, это уже мало, уже мы от баптистов ничем не отличаемся и так далее. Знаете, такие слова. И уже начинаешь свыкаться с мыслью «благодарю Господа», когда поднимаются мужи и говорят, служите Господу. Молодому поколению, знаете, мы, нам не нравится, может быть, манера пожилых людей, потому что мы выросли в других, а пожилым, может быть, не нравятся наши манеры. Но я хочу сказать, великая мудрость для молодого поколения уважать старших. Уважать старших и понимать, насколько они были верными. И Богу, ну, мы Богу не угождаем, что у нас более современные манеры. Для Бога это безразильно, но Бог смотрит на мужество, на труд, который человек с верностью нес и донес. Как много начинали. Мое поколение, я покаялся в 16 лет, вот с 16 до 20, много стояло рядом, ребят. Кто-то стал сейчас пастором, кто-то служителем, кто-то помощник пастора, а кого-то нет. Поэтому жизнь пройти, конечно, мы знаем, не поле перейти. И хотел бы сейчас о некоторых негативных вещах говорить. Вы знаете, что в церкви по статистике говорит, что какая самая большая вообще нужда в церкви? Я думаю, самая большая нужда в церкви, это, конечно, не деньги, это служители, это люди, которые будут служить. Это огромнейшая нужда. И они, я думаю, везде. В больших церквях тоже есть такая нужда. У нас в небольших церквях самая острая нужда. И статистика говорит так, что где-то 10-15% вот они служат, они бодрствуют, они в духе, они задействованы в служении, они что-то делают. Но остальные, ну так, иногда. И не должно братьям и сестрам и так быть. Надо меняться. И, к сожалению, многие в церкви не понимают. Я не про вашу церковь, я про свою буду говорить. Многие не понимают, что такое означает в духе. Прийти, сделать. Ну вот в духе написано, что вера приходит от слышания Слова Божьего. Я понимаю, что это когда в дух приходит Слово Божье, приходит вера. А как это объяснить тому человеку, который не понимает, ну, слава Господу, он принял Иисуса Христа, вот одно Слово в духе получил, уже будет на небесах. Слава Господу. Многие люди понимают, что такое в духе, много чего понимают, но они побораемы грехом, запинаемы грехом. И это не обязательно, это страшный грех. Простая обида, ранимость, что вот брат так и почему-то сказал, а это, и вот эти все суды. И вы знаете, суд, он закрывает для нас небо. Каким судом судишь, таким будешь ты судим. Каким меру и мере тебе будет отмерено. Если ты так, вот этот брат, не зная обстоятельств, может быть, он действительно поступил очень плохо, но твое сердце должно освободиться от обиды. И есть другие разные запинающие грехи. И знаете, очень горько смотреть, когда человек думает, ну он же умнее меня, он же образованнее меня, он же, ну, по характеру даже во многом лучше меня. И во всем. Вот этот запинающий грех. И он как связанный, он не может полноценно служить, он берется за какие-то служения, и потом почему-то все валится из рук. Хотя лучше, кажется, все природные данные, все Божьи данные, да, которые Бог вложил при рождении. Вот этот запинающий грех держит. И это огромный процент в церкви, дорогие друзья. Если я про вашу не буду говорить, но я понимаю, что это, ну, огромный процент, 30, 40, 50 процентов. Это очень много. Очень много людей действительно нуждается в душе попечения. Есть люди, которые, знаете, вот за них и радуешься, но и с другой стороны, ну, как бы от них никогда ничего не ожидаешь. Они честно отработали, они принесли честно десятину, они в Господь, они приходят в церковь стараются, но в служении их, ну, очень мало, потому что вот они заняты, они думают о другом. Знаете, так, посоветовать что-нибудь могут, пастору или служителям, или еще что-то. И, конечно же, Писание говорит, что есть еще и плевелы, да, и такими, знаете, люди, которые, ну, для осуждения написано, как у Якова, люди издревле предназначенные к всему осуждению. Есть люди действительно, которые, которые, хоть они и в церкви, они посреди народа Божьего, и они, ну, считают себя верующими, но они предназначены к осуждению. И вот если взять вот эту всю палитру, как я вам разошел, ну, какая-то печальная картина, да, то половина, или там какая-то часть в запинающем грехе, какая-то часть даже вообще, ну, не того духа, какая-то часть раненых очень нуждается в исцелении, в долгой-долгой реабилитации, пока они из младенчества вырастут. И вот получается такая, знаете, ну, действительно, вот эти 10-15 процентов за них слава Господу, что они есть. И я хотел бы, чтобы мы с вами открыли книгу Судей, 5 глава, 7 стих. Это одна из частей, одна часть из песни Деворы. Знаете, Девора интересная судья, да, так скажем, она была женщина посреди патриархального народа Израиля и пророчица. И вот часть ее песни, она такая, не стало обитателей в селениях Израиля, не стало, доколе не восстала я, Девора, доколе не восстала я, мать в Израиле. Какое было положение? Люди остыли, израильтяне остыли, начали увлекаться идолами, начали увлекаться различными грехами. Ну, мы чтим Бога, но вот, знаете, еще по погоде там есть свои боги, там по плодородию свои боги, еще какие-то по моде свои боги, начали увлекаться. Это уныние. Пришел враг, очень сильный враг, вооруженный враг. И грабят, и даже купцы обходят. Беспощадный враг, ужасное состояние. Никто не, знаете, никто не верит. Где эти чудеса, когда Господь выявил? Когда это было? Вообще, знаете, всеобщее распространяется какая-то вещь. И Библия говорит, Двора использует такое слово, пока не восстала я Двора. И слово восстала означает встать против чего-то. То есть, слово восстание, мы знаем, то есть, чему-то противопоставило себя. Она тебя противопоставила. Против чего она восстала? Против порядка она восстала. Против мужа она восстала. Не думаю, что она против этого восстала. Здесь не говорится о том, что она красную косынку навязала, и я восстала в Израиле. Нет, дорогие друзья. Знаете, в духе нет ни мужчины, ни женщины, Писание говорит. Человек имел близкие отношения с Господом. Человек томился, потому что видел эти беззакония. У человека были какие-то победы, пророчества, кому-то она, наверное, послужила, кому-то помогла. Когда Господь прославил ее имя, люди уважали ее. У нее был определенный авторитет. И потом она услышала, Господа, время победы. Чаша возмездия за грех народа исполнилась. Народ уже достаточно понес. Время освобождаться. И никто не верит. Лидер, человек верующий, он говорит, ну если ты пойдешь, я пойду. Ну, то есть не хватает веры, и она восстала. И я хочу сказать, может быть, знаете, есть проповеди для всех. Есть проповеди для большинства людей. Я сегодня здесь не проповедовать всем. Не проповедовать, может быть, этим 10%, не проповедовать там 95%, 85%, которые чем-то заняты. Тебе сейчас не до этого. Через день, может быть, забудешь, что происходило в собрании и так далее. Но я хочу обратиться к тому, у кого сердце горит призвание Божие, которое понимает, я сейчас занимаюсь не тем. Я действительно не реализовал себя как служитель. Я не построил ничего, что там будет на небесах сохраниться. И обращаюсь к моему слову сегодня для тебя. Да коли ты не восстанешь. Да коли ты не скажешь, нет, я не буду смиряться с этим общим, каком-то, знаете, пассивностью в моей жизни, с пассивностью вокруг, с каким-то, знаете, лицемерным отношением к духовности. Если оно горит, а за кем ты будешь прятаться? За человеком с запинающимся грехом? Или с тем, который потом, может быть, же до небес не доповедовал? Да коли ты будешь говорить, моя хата с краю? Да коли ты будешь говорить, я буду как все? А кто все? Если призвание Божие горит в твоем сердце, проводить часы с пастором, за какое служение мне взяться? Буду это делать? Буду там, ну, сначала пылесосить начну, пастор увидит, где-то поставят. Или буду искать вместе с ним, и с Господом, искать, Господь, где я могу быть полезен. Я не думаю, что только в Витебской церкви есть нужда в служителях. У нас в Витебской церкви, на самом деле, большая нужда в служителях. У нас пасторов, по-моему, в полтора раза меньше, чем в церкви. Но я думаю, что везде есть эта нужда. Поэтому, дорогой друг, тот, в котором горит призвание, я хочу обратиться к тебе, будь твердым мужеством. Будь твердым мужеством. К Богу ты можешь говорить, что-то, знаете, рассказывать, но к Богу не приступишь никак, как только с верой. Приступи к вере. И если Господь касается тебя, если Господь касается, и ты понимаешь, вот трещина в стене, вот пробоина, я должен занять это место. Не надо говорить, пускай кто-нибудь займет. Знаете, пастор знает, как много ему дают советов, и как мало есть, кого действительно поставить в этом проломе. Поэтому, дорогой друг, ты можешь как бы расточить твою жизнь, но я думаю, что не зря это слово сегодня звучит, будь твердым мужеством. Слава Господу. Давайте мы поднимемся. Слава Господу. И Господи, О, оживи меня! Дух Святой, Утешитель, Открой во мне Христа все свои заботы и всего самого себя, верой полагаю, Я всецело на Тебя, Иисус, Иисус, Иисус. О, Отец, О, Отец, О, Отец. Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой. Дух Святой, прошу, приди, всмеленные сердца. О, прошу, покрой меня темном любви Отца. Удали сомнения и всякий грех и страх. О, напомни сердцу о священных небесах. Иисус, Иисус, Иисус. О, Отец, О, Отец, О, Отец. Дух Святой, Дух Святой. Я хочу с тобою слиться и дышать домой. Ты освобождаешь и даешь душе покой. Святостью окружишь и осветишь путь земной. Иисус, 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 Иисус. О, Отец, О, Отец, О, Отец, Дух Святой. Дух Святой. Что значит здесь? О, Отец, О, О, Отец, Дух Святой.